Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня я выхожу со срочным сообщением. Дело в том, что в Минске сегодня утром в 9.30 утра пастора и епископа Вячеслава Гончаренко, моего друга, пригласили сначала в РОВД, в Минское РОВД Фрунзенского района города Минска, и он был задержан. Он задержан сотрудниками милиции или полиции, я не помню, как в Белоруссии она называется. Историю церкви, может быть, вы знаете. Это церковь в Коровнике. С февраля, по-моему, 21-го года, вот уже больше года-полтора года, церковь собирается на улице, потому что было принято решение отнять здание церкви у церкви. Их лишили. Это бывший коровник, находился за границей Минска, потом вошел, там длинная история. Пастор Вячеслав написал вот эту книгу «Церковь в Коровнике». Она была издана малым тиражом, всего лишь 3000 экземпляров. Здесь есть фотографии. Вот я сейчас покажу немножко, может быть, разные фотографии. Хорошая книга. Я благодарю его за этот подарок, конечно. Вот. Но недостаточно. Церковь находится в гонениях уже очень долгое время, в преследованиях, в давлении. Я помню, как мы молились за них где-то в 2010-х, в последствиях годах, вот этих вот, когда у них разные ситуации были, когда и спецслужбы входили, они баррикадировались, они ночевали, защищали свое здание, свой храм. Вот. Они облагородили, это никакой не коровник давно уже. Ну, вот власти пошли таким путем. Они собирались сейчас на улице и зимой, и летом. Вот все это время церковь проводила на улице. Я недавно был в Минске, несколько месяцев назад мы встречались, мы вместе были там на встречах глав конфессии, и потом мы пообедали вместе, общались, много разговаривали, узнавали, как и что происходит. Я рассказывал о нашем движении, о Национальном Евангельском Альянсе, вот, как постепенно мы строим, работаем, трудимся о новых горизонтальных связях, не о тех, которые сейчас в России практикуются. Вот эти вертикальные власти, пирамиды, ну, это старые системы, эсэсовские такие, вот, и слава Богу, что минские братья, они по-другому немножко видят, видят братство, как братство. В общем, сегодня в два часа, это по Минску, я не знаю, наверное, в час по Москве, или я не знаю, как у нас время, одно или нет, в общем, должен состояться суд, поэтому давайте будем молиться за церковь, за пастора. Дело в том, что он тоже очень сильно, как многие пастора, потерял свое здоровье, защищает церковь, у него были проблемы с сердцем, вот, очень много всего, и он до сих пор не оправился от этого. И если это будет заключение, то, конечно, это сильно ударит по его здоровью, но мы знаем, что все в Божьих руках. Мы знаем, кто какую цену должен платить, кто на что должен идти, поэтому обращаясь к вам, ко всем здравомысляющим людям, верным, хорошим, добрым христианам, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог разрешил эту ситуацию во благо и церкви, и пасторю, и всем нам. Я знаю, что наш весь так называемый епископат здесь, который в России, он промолчит, или они выражат свою глубокую озабоченность. Они очень глубоко озабоченные люди, разными проблемами у них, озабоченность на разные темы, вот, но пока ни от кого не поступило никаких сообщений, ничего. Поэтому давайте мы, честные христиане, братья, сестры, будем молиться и поддерживать и пастора Вячеслава Гончаренко, и церковь, новая жизнь в Минске. Церковь много раз несправедливо штрафовали, уже на сотни тысяч долларов за последние 15 лет. А за что? За то, что просто верующие проводили богослужения в своем собственном здании, которое купили, отреставрировали, построили там много всего. Вот, а сейчас за то, что просто они собираются на улице, на парковке, в снег, в зною, в дожди, нам есть чему поучиться, нам есть кого поддерживать, друзья. Мы должны стоять вместе за тех, кто гоним сегодня. Их немного в России, Белоруссии или в других странах бывшего Советского Союза, но они есть. Они есть, их становится все больше и больше, об этом я буду говорить, потому что август, сентябрь, он богатый. И у нас в России тоже на аресты, на посадки, на судебные процессы. Поэтому следите за нашим каналом, подписывайтесь. И мы будем, конечно же, держать по возможности вас в курсе об этой ситуации с церковью в Минске и с пастором Вячеславом. Он добрый человек, он хороший христианин, у него большое сердце, любящее сердце к людям и к своей стране. Поэтому Господь благословит его. Давайте поддержим его и будем молить Господа. Спасибо всем. Храни вас Господь. Спасибо.